Друзья, всем привет! Вы на канале Кептан Крым. Мы сегодня с вами поднимемся на автомобиле по совершенно новой дороге на звездопад воспоминаний. Кто знает, посмотрите, я думаю, вам будет интересно, какую сделали замечательную новую дорогу. А кто не знает это место, ну, вам будет вдвойне интересно. Поехали! Мы сейчас с вами двигаемся от Коктебеля в сторону Насыпного и поворачиваем налево на новую дорогу на гору Клементьева, на смотровую площадку, которая называется Звездопад воспоминаний. Конечно же, справедливости ради, надо сказать, что было очень сильное недовольство местных жителей и экологов по поводу строительства этой дороги. Есть мнение, что дорога нарушила экосистему на горе Клементьева. И потом, с чего вдруг решили в пустынных местах взять, да и построить такую хорошую современную дорогу, практически трассу. Раньше тут была обычная грунтовка, по которой шныряли джипы, квадроциклы и мотоциклисты гоняли вверх и вниз. А сейчас практически автобан. Красивейшая с точки зрения крымского водителя дорога, которая уложена на двухслойную подушку. На ней есть, как вы видите, ответвления. Правда, они пока обрываются в двух метрах от нового полотна. Длина новой дороги 7 километров. Время в пути до смотровой площадки ориентировочно 11 минут. Дорога идет по горе Клементьева и доводит нас с вами до вершины горы Коклюк, на которой находится одна из красивейших смотровых площадок Крыма с названием «Звездопад воспоминаний». Сейчас вы сами все увидите. Кстати, напишите в комментариях, бывали ли вы тут или еще нет. Возможно, кто-то из вас после этого видео захочет сюда приехать. У многих такая хорошая дорога и в столь безлюдном месте сразу вызывает подозрение на то, что в ближайшее время тут могут всю эту чистую природную крымскую красоту варварски застроить бесконечными коттеджами и прочими строениями шалманного типа. Наверху, на самой смотровой, нас ожидает парковка на 20 автомобилей. Мне кажется, это слишком мало. Летом придется ставить машины друг на друга. И мне бы не хотелось все-таки, чтобы там появилась стихийная торговля, например, как на Айпетре. А как считаете вы? Напишите в комментариях, каким образом было бы правильно организовать это пространство. Мы с вами в данный момент едем по горе Клементьева. Она названа в честь погибшего летчика одного из тех, кто создавал школу планеризма. На вершине располагается сам центр. В нем занимались многие известные летчики, авиаконструкторы, ставшие в свое время легендами. В том числе и сам Королев. В горах Тебеля движение воздуха имеет характерные особенности. Часто бывают восходящие потоки. Это стало главной причиной для организации в поселке первого в Советском Союзе центра планерного спорта. Вот как раз по поводу этих восходящих потоков и есть сомнения у некоторых специалистов, что новая дорога может их просто нарушить. Вы сами понимаете, летом полотно может нагреваться чуть иначе, чем остальное пространство. Но на самом деле пока это только догадки. Сейчас по такой дороге водителю уже не страшен ни дождь, ни слякоть. Можно ехать практически в любую погоду. Хотя в гололед и снег я бы вам этого делать не рекомендовал. На спуске с горы Коклюк паре поворотов, ну просто удивление у меня вызвало, как тут не поставить отбойник. Мне показалось очень опасно. В нескольких местах он просто необходим. Белая ротонта на смотровой площадке появилась на вершине горы Коклюк еще в 1956 году. Тогда она носила название «Беседка ветров». Эти места посещал Грин по пути к Волошину в Коктебель. Каменные столбы, которые вы сейчас наверху увидите, он назвал духами гор. И кстати, они его очень напугали. Обратно он выбирал уже другой маршрут. С высоты мы с вами увидим соленое озеро Бараколь. Геологи до сих пор не могут понять, откуда оно взялось. Ведь во всей долине нет и никогда не было даже самой маленькой речки. Вообще, друзья, это удивительные и интересные места. И теперь на смотровую площадку можно попасть практически круглый год. Приезжайте и расскажите о своих впечатлениях сами. Ну что, давайте посмотрим, что здесь и как. Тут перед нами открывается просто фантастическая панорама. Посмотрите, это что-то невероятное. Вот там вдали Кородак. Внизу вот там Коктебель. Слева Орджоникидзе. Место просто чудесное. Сегодня посмотрите, какое небо здесь. Вот здесь такая есть небольшая... Как это правильно? Ротон-то, да? Звездопад воспоминаний. Орел. Ветер сумасшедший. Сами оцените панораму. Давайте, чтобы нам с тобой не мешали. Вот здесь парковочка. Низельно большая. Место, наверное, на 20-30 автомобиля бесплатное. Открывается сверху просто фантастическая панорама. Сейчас у меня кепку дует. Смотрите. Просто сдувает все. Ну, здесь и место такое. Здесь должен быть ветер. Здесь учатся летать дельтапланеристы. Вот там дальше вдоль дороги мы с вами проезжали, видели. Там есть аэродром небольшой. Старые стоят такие кукурузники. Ну, в общем, здорово, здорово, здорово. Больше у меня слов нет. Здесь есть памятная плита. 1941-1945 павшим в борьбе с фашистами. Точнее, даже с фашизмом написано. Камера, конечно же, не передаст тех впечатлений и эмоций, которые сейчас меня просто вот накрывают. Посмотрите, какая красота внизу. Ну, вот здесь просто класс. Вот как это выглядит снизу. Шикарнейшая панорама. Просто шикарная. Друзья, я думаю, что стоит сюда обязательно приехать. Если вы будете проезжать мимо, если будете двигаться из Феодосии, например, в Коктебель или наоборот, увидите новую дорогу после Насыпного, когда вы едете в сторону Коктебеля, не доезжая поворота на Арджиникидзе, где-то за километр будет для вас поворот вправо и вот на гору Клементьева, к звездопаду, воспоминаний. Я уверен, вы не пожалеете. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно активируйте колокольчик. Будем по интереснейшим местам Крыма путешествовать вместе. Всем пока! Ваш капитан Крым.